С вами Николай Пивненко. В проекте Даты сегодня 27 августа. День российского кино. Установлен в 1979 году. Ленин подписывает декрет о национализации фотографической и кинематографической индустрии в России в 1919 году. Ну а теперь о родившихся. 551 год до нашей эры в этот мир приходит Конфуций, древнекитайский философ, основатель государственной религии Китая, конфуцианство. Основой философии является уверенность в том, что любой человек может стать лучше и умнее, а также вера в способность обыкновенного человека стать легендой и даже полубогом, конечно же, при его желании. 1770 год. Рождается Георг Вильгельм Фридрих Гегель, немецкий философ, создатель диалектики мирового духа и абсолютной идеи. 1812 год. Рождена Наталья Гончарова, жена Александра Сергеевича Пушкина. Сведения о биографии весьма противоречивы. Одни говорят, составила счастье поэту, другие утверждают, позволяла ухаживать за собой. Но все согласны в одном – была красавицей. После гибели поэта Наталья Николаевна вторично выходит замуж за генерала Ланского. Переживает Пушкина на четверть века и умирает тоже рано – в 50 лет. 1856 год. День рождения Ивана Франко, украинского писателя. Некоторые его произведения – «Смерть Каина», «Борислав смеется», «Украденное счастье», «С вершин и низин». А в 1871 году родился Теодор Драйзер, американский писатель, сестра Керри, американская трагедия, финансист. Начинал репортером, опубликовал несколько десятков статей и ряд поэм. В 1878 году родился Петр Врангель, белый барон. В Первую мировую войну командовал казачьей дивизией, а в гражданскую был командующим армией у генерала Деникина, после отставки которого стал главкомом русской армии в Крыму. После разгрома ее Красной армии эмигрировал на Запад, где написал мемуары. В 1896 году рождается Фаина, Раневская актриса, народная артистка СССР. В 1910 году рождается мать Тереза в миру Агнис Гонджа Бояджиу, римско-католическая монахиня. Основала в Калькутте миссию милосердия, которая помогала покинутым детям и умирающим. Награждена Нобелевской премией мира в 1979 году. А в 1941 году родился Богдан Ступко, народный артист СССР. «Красные колокола», «Даниил князь Галицкий», «Дорога в рай» и многие другие фильмы. Ну а теперь о некоторых событиях. В 1859 году заработала первая буровая Войл-Крик. В Америке впервые пробурили скважину для добычи нефти. Еще в 17 веке миссионеры упоминали в отчетах о жирной и тяжелой черной воде, которая горит как бренди. В долине реки Ойл-Крик, в западной Пенсильвании нефть просто сочилась из-под земли, смешиваясь с речной водой, и считалась совершенно бесполезным природным феноменом. Но время шло, росло число разнообразных машин, люди научились из угля добывать керосин, а потом и до нефти руки дошли. Наконец, пенсильвандскими черными родняками заинтересовались капиталисты, и дело пошло. 1893 год. В Москве для всеобщего обозрения открывается галерея братьев Третьяковых, первый русский общедоступный музей. Бесценное собрание искусства, переданное Третьяковым в дар городу Москве. Он был утвержден ее пожизненным попечителем. Как говорилось в официальном документе Московской городской думы, в знак глубочайшей признательности за то художественное наслаждение и эстетическое воспитание, которое доставляет населению Москвы и всей России собранные заботами Павла Михайловича сокровища. 1922 год. В Москве выходит первый номер сатирического журнала «Крокодил». Появился как приложение к рабочей газете, ныне «Московская правда». Символом издания был «Крокодил» с вилами. После закрытия большинства буржуазных газет с 1930-го «Крокодил» остался единственным всесоюзным сатирическим журналом и являлся важнейшим официальным рупором политики на всех уровнях общественно-политической жизни. Вплоть до начала перестройки сатира журнала сохраняла весьма жесткий характер. 1928 год. В Париже представителями 15 государств подписывается пакт Келлога-Бриана об отказе от войны как орудие национальной политики и решения всех спорных вопросов между государствами и мирными средствами. Название «Пакт» получил по именам его инициаторов министр иностранных дел Франции и госсекретаря США. Через 11 лет мир окажется ввергнутым во Вторую мировую войну. 1940 год. В Нью-Йорке демонстрируют первую практическую систему цветного телевидения, которая разработана американцем венгерского происхождения Питером Голдмарком. Яркость элементов изображения управлялась электронно-лучевым сканированием, но цветоделение осуществлялось механически. Перед передающей и приемной трубками синхронно вращались диски со светофильтрами. Однако путь с механической цветопередачей оказался тупиковым и вскоре уступил место нынешнему – полностью электронному. 2000 год. В пожарно-останкинской телебашни – одна из крупнейших техногенных катастроф, которые произошли в Москве после распада СССР. В результате пожара погибли три человека. Вещание большинства российских телеканалов на Москву и Московскую область прекращено. После пожара телеканалы ОРТ и РТР создают совместный временный телеканал. Очаг возгорания находился на высоте 460 метров. Полностью выгорели три этажа. Из-за высокой температуры лопнули 120 из 149 тросов, которые обеспечивают напряжение бетонной конструкции башни. Но вопреки обоснованным опасениям башня все-таки устояла. Впоследствии тросы восстановили. Ну и последнее. В 1955 году в Лондоне напечатан сигнальный экземпляр первого издания книги рекордов Гиннеса на 198 страницах. Первое название – превосходные рекорды Гиннеса. Сначала книга походила на солидный справочник, составленный братьями Норрисом и Россом Макуиртерами, владельцами информационного агентства по заказу управляющего пивоваренной компанией в рекламных целях. Лишь со временем в издании стали включать забавные экстравагантные достижения. Подлинным успехом книга стала пользоваться только в 1989 году, когда издатели перестали ограничиваться чисто английскими достижениями. В 1994, сократив свое название книга рекордов Гиннеса, она распродана в количестве 75 миллионов экземпляров. Больший тираж имела только Библия на тот период. Ну а сейчас этот бестселлер выходит на 40 языках тиражом более чем 100 миллионов экземпляров. Что, впрочем, само достойно упоминание в книге рекордов. На русском языке книга рекордов Гиннеса впервые вышла в 1990 году. Поэтому каждый из вас может стать достойным участником этой книги. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».